Здравствуйте! В эфире телекомпания «Новая Одесса. Другая политика». Мы сегодня поговорим на очень интересную для одесситов тему. Тема звучит так. «Исторический или облик Одессы. Как сохранить уникальность архитектурного лица Одессы?» Мы поговорим сегодня об архитектуре в центре города, в историческом ареале города. И сегодня у нас очень интересные гости. Илья Мозалев, консультант в области жилой и коммерческой застройки, ну и депутат Одесского городского совета. Марат Касимов, заместитель начальника городского управления архитектурой и градостроительством. Два молодых архитектора, Евгений Вайсберг и Кирилл Вербич. Кирилл, Евгений. Наши эксперты на галерке, как вы помните, уважаемые зрители, у нас такие эксперты, которые помогают мне управляться с гостями в студии. Это Михаил Штекель, редактор передачи «Другая политика». И Александр Вельмошко, известный фотограф одесский, журналист, человек, у которого хранятся, наверное, гигабайты или терабайты фотографий исторического облика Одессы. И мы подготовили, наши журналисты подготовили хороший сюжет на эту тему. Давайте его сейчас посмотрим для того, чтобы начать обсуждение. Одесса уже не та. К этому выводу рано или поздно приходит любой житель нашего города. Но если о том, какой она была, некоторые еще помнят, то о том, какой она должна быть, единого мнения нет. То ли из-за отсутствия стратегического видения проблемы, то ли по недосмотру, то ли просто по халатности центр города застраивается совершенно хаотично. Зачастую не сохраняется даже принцип этажности, на котором в свое время настаивали общественники и архитекторы. Проблема наслоения исторических слоев в городе, она стояла почти всегда. Но особенно она остро возникла где-то в начале 20 века, когда новая современная архитектура по своим пластическим особенностям, по композиционным особенностям и по каким-то там структурным и образующим признакам, она достаточно далеко ушла от той исторической архитектуры, традиционной, стилизаторской, если ее можно так назвать. Произошел слишком сильный пластический визуальный разрыв между той такой ордерной пластикой, которая существовала там где-то до конца 19 века и вот весь 20 век, по сути, посвящен новым материалам, новым в том числе и мировоззрением. Но можно ли винить в этом только строителей? Ведь даже принятие такого важного и судьбоносного документа, как Денплан, вызвало общественный резонанс совсем недавно. До этого, в 2007-2008 годах, против него выступали единицы. Что уж говорить о застройке исторического центра, которую многие одесситы считают проблемой только для жителей Приморского района. В нашем городе стилизация достаточно такой устойчивый инструмент для гармонизации. Старого и нового здания со старой окружающей застройкой, с историческим контекстом. Это используется достаточно часто. Стилизацию использовать можно, но на самом деле, опять же, для этого требуется достаточно широкий кругозор и точный вкус. Какова ценность новых зданий и как совместить их с историческими зданиями в центре? Как будет выглядеть Одесса через пять лет? Исключительно современные здания, погруженные в историческую застройку, вне всякой связи с окружающим контекстом, они стали гораздо активнее резать глаз, чем было до того. Если верить тому, что пишет, например, Михаил Мизерский в своей статье об исторических зданиях, старые дома продолжают неуклонно разрушаться, несмотря на ремонты. Сказать, что есть какой-то общий принцип или есть, опять же, универсальные решения для того, чтобы наш туристский центр, наш исторический центр жил и развивался, но по каким-то строго регламентированным условиям внедрения в историческую застройку нового строительства, я боюсь, такого решения попросту нет. Достаточно удачной стилизацией, я считаю, гостиницу Лондон, которая находится на Успенской. Ее, на мой взгляд, потом обезобразили Биг Беном и вывеской, но само здание выглядит очень прилично. Стоимость реставрации превышает стоимость строительства аналогичного дома, и по подсчетам журналиста, реставрация 4 миллионов квадратных метров в центре Одессы будет стоить от 6 до 8 миллиардов долларов. Есть ли такие деньги у города? И чем заинтересовать возможных инвесторов? Готовых рецептов нет. Наши согласовывающие организации или наши организации, которые занимаются, условно говоря, надзором за строительством и возведением зданий, они могут какими-то указами так или иначе регламентировать. Высота застройки – это было у нас в городе регламентировано и так, кроме с высотой проблемы на самом-то деле. И, честно говоря, это почти всегда приводит к удручающим результатам. Проблема на самом деле не только в мастерах, но еще и в заказчиках, потому что иногда, если вы строите рядом с каким-то эффектным и достаточно известным памятником архитектуры, то современной вставке нужно, скорее всего, подвинуться. А заказчики часто этого не понимают, что их здание должно выглядеть чуть скромнее, например, или как минимум не доминировать в этом квартале, если рядом стоит, условно говоря, филармония. Как видите, у нас такой достаточно содержательный длинный сюжет. У меня к вам короткий вопрос. Я знаю, что в Фейсбуке, например, где я бываю чаще, чем, наверное, на многих улицах этого города, доминирует у многих такая точка зрения, что нужно максимально сохранить исторический облик. Мы все боремся за сохранение исторического облика вот в том виде, как он есть. Пару слов, короткий такой ответ. Какой ваш рецепт выхода из кризиса или развития того исторического или архитектурного облика Одессы? Илья, коротко. Я думаю, что ответ здесь на самом деле очень простой. Есть два варианта решения этой проблемы. Первое, это всем известно, когда есть хозяин или собственник единицы какой-то, то он, конечно же, заинтересован в том, чтобы его недвижимость работала, приносила максимальную прибыль. И он, как никто другой, заинтересован в том, чтобы его объект находился в идеальном состоянии, в правильном состоянии. А если он находится в центре города, то сохранила аутентичность. И второе, будем так говорить, предложение, это то, что, когда этого собственника единого нету, то общественность, которая занимает площади, является собственниками этих домов, должны понимать, что они тоже несут ответственность перед городом и перед историческим обликом нашего города, выполняя там ремонтные работы, вешая какие-то кондиционерные блоки, покрасивая... Виноваты жители? Ну, конечно же, виноваты жители. И мы сейчас не ищем, наверное, виновных. Мы говорим о том, как не допустить этого в будущем. То есть, и вот если каждый начнет думать об этом, то это уже будет достаточно большой плюс в развитии нашего города. Спасибо. Марат Касимов, что вы думаете? Я согласен с коллегой, который выступал в предыдущем в сюжете, что, видимо, готовых рецептов, таких, которые можно взять и выписать, не существует. Но для меня, как для человека, который связан больше с градостроительством, одним из возможных рецептов является общепринятая во всем мире система регулирования застройки под названием зонирование, зонинг. Оно называется в разных странах, но в смысле везде один. Это принятые городским советом правила игры для каждого квартала, допустим, исторической застройки, в которой зонинг описывает, что там может быть, чего там быть не должно, какая высота, какая плотность застройки и так далее. И я думаю, что вот такой способ регулирования застройки, он, с одной стороны, общепринятый во всем мире и действует достаточно эффективно. Я думаю, что мы будем как-то... Я правильно понимаю, что это генплан? Или нет? Не совсем правильно. Генплан — это документ такого стратегического планирования территориального зонинга. Это более детальная вещь, где более подробно определены параметры возможной застройки. Это более детальный документ, чем... А можно уточняющий вопрос? Он в Одессе есть? Нет, нет. И дело в том, что он должен разрабатываться после генерального плана. То есть только мы очень затянулись утверждением генплана, то из этих документов, то есть зонингом, пока вопрос открыт. Кирилл, кстати, я не сказал перед нашим блоком, это аспирант кафедры архитектуры зданий и сооружений Агаса. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что так как у нас сегодня нет эффективного механизма контроля и регулирования застройки, все упирается в политический фактор, в волю политиков, в волю городского управления, которые должны как-то проявить инициативу и повлиять на всю ситуацию, продвинуть все решения вперед. Евгений, кстати, тоже немножко не представил обладатель, единственный одессит-архитектор, обладатель гран-при в номинации в конкурсе интерьер года. Правильно? Единственный? Да, это правда. Что вы думаете по этому поводу? Я немножко не согласен с Маратом по поводу того, что сначала они делают генплан, который они делают уже долго, и потом они начнут делать функциональное зонирование, да, исторического ядра и городского ареала. А тогда каким образом, если мы не опираемся на вот этот базис, мы можем разработать грамотный генплан? То есть здесь мне не ясно. По поводу, вот какое я считаю, да, ну, как Стефан Анатольевич сказал, что рецепта нет, мне кажется, что проблема состоит еще, ну, все, что здесь уже перечислили, да, это все есть правда, это комплекс такой целый. Значит, я считаю, что из-за того, что застройщики рассматривают Украину, и в частности Одессу, да, как безликую инвестиционную площадку, то есть это просто вложены инвестиции, которые меняются на квадратные метры, которые потом либо продаются, либо сдаются в аренду, да, то есть их мало волнует эстетическая составляющая. Вот, пока эта ситуация не изменится, все будет идти в том же русле, а мы будем продолжать точно так же встречаться или уже не будем продавать. Как должна измениться ситуация? Вот, то есть, вот, да, рецепт, это, мне кажется, что город должен в этом генплане, да, и в этих ядрах, там, да, у нас город сам должен планировать, проектировать и хотя бы показывать концепцию, да, как мы хотим двигаться и где нам что необходимо, чтобы у инвестора не было другого выбора, как просто идти на поводу. То есть виноват город? Виноваты все вместе. Все вместе, окей. Окей, я понял. Александр, ну вы-то отстоите позицию тотального сохранения исторического облика? Ну, к сожалению, нельзя сказать, что все здания в нашем центре города нужно сохранять. Все упирается в то, что большинство, подавляющее большинство старых зданий, они находятся в таком состоянии, что действительно, может, стоит подумать, что их дешевле снести и построить новые. Но это один момент проблемы. Второй момент, все-таки нужно сохранять аутентичность. А вот как ее сохранять? Это, с одной стороны, на таком макро-уровне забота нашей городской власти, которая уже пятый год, весной будет пять лет, как мы обсуждаем и принимаем генеральный план. Это на действительно более локальном уровне принятие детальных планов застройки, зонирования и, главное, жестких механизмов пресечения нарушения этих правил и генерального плана, чтобы не получилось так, что мы приняли хороший генплан, мы приняли хороший детальный план какого-нибудь квартала, а потом в него взяли, влепили 16 этажей, и никому за это ничего не было. — Я понял. — Да, и нужен еще микро-уровень. — Что это значит? — Микро-уровень, например, в том, что, к примеру, на Дерибасовской или на Театральной площади не нужно уродовать фасад памятника архитектуры в балконом из вагонки. — Согласен. Дерибасовскую много чем не нужно уродовать, но тем не менее. — Михаил. — Я, наверное, попытаюсь превратить это высказывание людей по очереди в какую-то дискуссию. Вот здесь прозвучала мысль Евгения о том, что инвесторы рассматривают Одессу как площадку для быстрых инвестиций, их не интересует качество тех зданий, которые строят, эстетические качества. Вот, Марат Михайлович, как Вы считаете, Вы достаточно долго общаетесь с инвесторами, с девелоперами, с застройщиками. Действительно ли это так? Действительно ли люди, которые обладают деньгами и желанием инвестировать в строительство в Одессе, не заинтересованы в эстетической стороне вопросов, не хотят следовать тем архитектурным канонам, которые были заложены еще в XIX веке, когда строился комплекс? Спасибо. Я ответил бы так Вам. Инвестор не только в Одессе, везде, в мире, это человек, который заинтересован в получении максимальной прибыли с любого объекта. В этом смысле есть, может быть, чуть более культурные или чуть менее культурные инвесторы, но я могу сказать по опыту своего, допустим, обучения в Америке когда-то, там инвесторы ничем не лучше. Там любой инвестор заинтересован в первую очередь в том, чтобы максимально использовать земельный участок, как можно дешевле на нем что-то построить, и вопросы архитектуры, стилистики, сохранения центра города, они в любом случае для него на заднем плане. Я не думаю, что задача в том, чтобы выращивать неких, так сказать, культурных, цивилизованных инвесторов. Это тоже важно, но на это влиять практически невозможно. Есть другие вещи, есть жесткие, должны быть установлены для центра города, повторюсь, опять же, достаточно жесткие правила игры, в рамках которых этот инвестор должен действовать. Я могу привести пример, ну, например, в зонировании там американского города, одного указано, какая должна быть площадь истекления по отношению к площади фасада, каким образом существующий, то есть проектируемое здание должно быть гармонизировано с рядом расположенной застройкой. Это все расписывается в деталях и существует на уровне городского закона. И тогда инвестор хороший, плохой, вынужден с этим считаться и делать то, что ему говорят. С другой стороны, ну, я с вами согласен в том плане, что, ну, наверное, уровень, так сказать, инвестора в строительстве на сегодняшний момент такой же, как уровень государства, культуры в государстве, мы через это не можем перепрыгнуть. То есть рассчитывать, что вдруг появится, ну, некто, который, имеющий там такое-такое-такое образование, высочайший уровень культуры, ну, долго ждать придется. Александр, как вы относитесь к тому мнению, что виноваты на самом деле жители в основном? Жители, если говорить о том, что они виноваты, то только в двух аспектах. Первый – это все те же балконы с вагонкой или кондиционеры. А второй момент – это их безразличие. Ведь именно потому, что Одесситам все равно происходит то, что мы видим. Мы не можем принять, повторюсь, пятый год генплан и строится то, что не должно находиться в историческом центре города. Илья, мне тут в Фейсбуке подсказывают, что на самом деле виноваты не только жители, а больше дело в том, что городская власть не хочет с этими жителями общаться. Вы в том числе представитель. Я понимаю, вот Марат Михайлович, он смелый человек. Он пришел, и все орехи должны достаться, по идее, ему. Но вы тоже представитель власти. Во-первых, я бы еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что я в самом начале сказал, что давайте никого не будем делать виноватыми. Потому что если мы сейчас начнем искать каких-то виновных, то у нас дискуссия пойдет чуть-чуть неправильно. Сегодня мы говорим о том, как сохранить этот облик. Одно из возможных решений, одно из возможных решений, это очень простое решение, это при помощи собственников квартир, которые на сегодняшний день обвешивают вагонкой дешевые пластиковые балконы на Дерибасовской, устанавливают кондиционеры, устанавливают металлопластиковые окна. Это всего лишь одно их такое быстрое, будем говорить, решение этого вопроса. И, конечно же, частичное. Потому что, убрав все кондиционеры, мы не приведем в порядок фасады зданий. Хотя очень непонятно, почему на сегодняшний день, проведя реконструкцию фасадов в центре города, мы видим уже новые покрашенные фасады. Но, к сожалению, опять же, с этими кондиционерными блоками, с этими металлопластиковыми окнами. Я вот в холоде фасада буквально пару слов. Я когда готовил сюжет, вы, наверное, видели там дом с атлантами, который мне безумно нравится. Я там жил много лет. По какому адресу? Бунина 2, по-моему, или Бунина-госбург. И, к сожалению, он покрашен очень интересно. Хотя я всем хвалил это, пока не зашел слева. Он покрашен спереди, потрясающе просто. Справа, со стороны переулка Юрия Олеши, замечательно. Но стоит зайти левее, и они сделали такую интересную штуку. Они старую штукатурку содрали, а новую так и не положили. Я понимаю, что, наверное, это вызвано там зимним периодом. Я думаю, что это вызвано материальными затратами. Возможно. Но вот этот кусок со свалкой, вот эта свалка, которую показывали в сюжете, это возле дома с атлантами. Оно лично для меня буквально позавчера Америку открыло, когда я это видео и поставило эту проблему с ног на долг. Я скажу, наверное, вы будете еще более удивлены, если вы зайдете вовнутрь двора, и там, скорее всего, работы вообще не проведены. Вот. Это тоже, ну, надо понимать о том, что на сегодняшний день это огромные средства. Огромные средства, которые, к сожалению, город не в состоянии потянуть. Вот. Те несколько десятков зданий, которые попали под программу, они, вот. Да, они восстановят процентов 10 красивых домов Одессы, но, к сожалению, есть очень много хороших домов, красивых, которые требуют реставрации, причем незамедлительны. И не только памятники архитектуры. По Попову... У меня есть еще к этому дополнение. Конечно, конечно. А вот вы говорите о программе 38 домов, которые попали туда, и Михаилу очень понравился. Ну, неважно. Михаилу нравится, как покрашено, но Михаил не архитектор. То есть я вам, как специалист, могу сказать, что, кроме того, что очень плохо проработаны паспорта окраски фасадов, то есть есть фасады, которые действительно нужно покрасить в два цвета, или там, а есть, которые нужно покрасить в три цвета, а есть какие-то, где часть нужно отреставрировать, а часть покрасить. Вот. То есть настолько детально у нас этим вообще никто не занимается. Это что касается краски. А что касается лепного убранства здания, то вот все эти 38 домов сейчас упростились. Вся лепнина, она не соответствует тому, что там было раньше. Это можно, ну, как бы, любое здание из этих 38 домов взять, да, там есть тяги, которые... Тяга идет по фасаду, а потом должна перейти на балкон. И вот она не стыкуется, потому что они две разные новые, обе новые. То есть там нет оригинала, с которого сняли слепок, и сделали это качественно. То есть эти работы проведены очень некачественно. Вот. Есть работы, вы как архитектор, есть работы реконструкции исторических зданий в Одессе, которые выполнены качественно? Гостиница Красная и оперный театр. Две? Ну, две классные. Самые яркие. Самые яркие. Это самые яркие. Да, почему вы знаете, что за оперный театр, оказывается, не получили государственную премию. Очень странно. То есть такие, ну, я думал, что проблема в том, что мы не можем реконструировать, или в Одессе невозможно реконструировать. Нет, проблема финансирования. Нет. Оперный театр, там все скульптуры внутри, уже пустотелы, это все полиэфир, он очень долговечный, плюс здание садилось, и прочее, прочее. То есть там это все обосновано. В гостинице Красной, я не знаю, что, ну, как бы, где там гипсо, где там полиэфир, то есть, да, ну, мы смотрим, как бы, нам же глаз не режет, то есть все в порядке. То есть если специалисту глаз не режет, значит, это еще ничего. Вам-то глаз это не порежет. Давайте скажем, гостиница Красная, это Бунина. Это Бристоль. Это Бристоль. Напротив Филармон. Напротив Филармон. Ну, то есть так, чтобы любой наш зритель знал. Там очень красивая, современная реконструкция. Да, то есть хорошая реконструкция, это очень дорого. Поэтому то, что происходит вот с этой городской программой 38 домов, это, ну, просто как покрасили сверху, это как путемкинская деревня. Мы проезжаем фасад, опа, а проехали фасад, а за углом уже все. Там денег нет. И, ну, как бы... Давайте так, чтобы вот закончить про жителей. Меня поразил опыт Львова, на самом деле. Там действительно в центре города людям запрещают вешать кондиционеры, ставить пластиковые окна, ну, и так далее, и так далее. Там меняют архитектуру, но даже более того, там регламентирована покраска каждого из зданий. Очень регламентированная и нарушить ее, ну, практически невозможно. Но население – это такая абстрактная штука, на самом деле. Ее невозможно взять и померить, кто такие население. Да, это вот каждый из тех, кто живет в центре. А это, ну, очень большое количество и мнений, и подходов, и так далее. Для этого у нас есть, по идее, городская власть. Вот как сделано во Львове. Ты ставишь, сейчас, сейчас я перейду, сейчас, сейчас, Миша. Ты ставишь деревянные окна, но тебе городская власть частично компенсирует стоимость установки деревянных окон. Ты не ставишь кондиционер или ставишь там, реконструируешь себе дымоход, и тебе городская власть частично компенсирует. Ну, и то же самое с краской, на самом деле. Марат, у вас, у нас в городе, в Одессе, есть такие программы? Будут ли? Ну, так, чтобы закрыть ситуацию с людьми и с жителями уже. На мой взгляд, тут... Или это не нужно делать? Нет, нет. Ну, поймите, что у города есть определенные финансовые ресурсы, которые он, так сказать, использует вот на то, что сейчас можно использовать. Надо вести в порядок фасады. То есть, альтернатива этому является не приводить в порядок фасады, что тоже ничего хорошего из себя не представляет. Конечно, лучше значительно это полностью благоустроить дворы, реконструировать то, что там находится. То есть, привести в порядок весь комплекс. Еще лучше, это предварительно поменять в этих зданиях инженерные коммуникации, привести в порядок водостоки и так далее. Тогда эти ремонты фасадов, ну, как бы более оправданно, они дольше простоят. Но сегодня есть то, что есть. Я считаю, что делается, тем не менее, немало. Можно предъявлять претензии к качеству, согласен. А по поводу в целом ситуации, понимаете, у нас, наверное, уникальное в этом смысле законодательство, жилищное законодательство, которое дает право управлять зданием, допустим, районной администрацией или территориальной громаде, она поручает райадминистрации, но при этом у нас есть собственники квартир. И складывается ситуация, когда собственник квартиры, заинтересованный в поддержании своей квартиры есть, а вот собственника дома, вот такой вот многолитий какой-то. Мне приходилось общаться со специалистами иностранными в этой области. И многие из них говорят, что пока дом, конкретный дом, не будет иметь конкретного владельца, фирму или человека, который будет заинтересован в содержании этого дома, в том числе имея возможность вернуть деньги, вложенные в ремонт, за счет того, чтобы повысить квартплату, что в нашей украинской ситуации тоже невозможно, эти дома будут находиться в таком состоянии. У нас нет эффективного собственника здания, с моей точки зрения. Есть собственники квартиры. У нас нет вообще здания. Как я понимаю, вы говорите о каких-то службах, подобных нашему ЖЭКу, но не государственных, а частных. Мы сейчас ведем речь про СМД и домовые комитеты? Нет, нет. Нет службы, которая на конкурентной основе будет обслуживать здания. То есть жители, как общий, безликий хозяин, смогут выбирать это лицо свое из предложенных им вариантов и из предложенных цен. И таким образом, такая служба смогла бы каким-то образом контролировать застройку, контролировать какие-то частные решения жителей по модернизации своего жилья, контролировать состояние жилого фонда или нежилого фонда. И между собой такие бы фирмы конкурировали, и они бы старались каким-то образом... Дело в законодательстве. Да. То есть у нас не прописано это в законодательстве. У нас, насколько я понимаю, как юрист, у нас в законодательстве вообще собственников дома нет. Да? Ну, сколько я понимаю. Александр, я вижу, что ты хотите сказать. Я хочу заметить, что наш разговор о жильцах, которые что-то можно, что-то нельзя, это тот микроуровень, на который можно по большому счету не особо обращать внимание. Ведь от того, что на доме стоит кондиционер или не стоит, сам дом не рухнет. От того, что на доме стоит пластиковый балкон, сам дом тоже не рухнет. Да, есть проблема в собственниках дома. На текущий момент собственники неэффективны. Я это заявляю категорически. И приведу пример, так сказать, самодеятельного СМД, или как это сказать, назвать, один из домов в начале улицы торговой. Люди объединились и в своем доме даже заменили несущие балки перекрытий. Не говоря уже обо всем остальном. Вот это пример действительно хозяйского подхода к сохранению старого дома. Спасибо. У нас там пару минут до рекламной паузы. У меня к вам еще один короткий вопрос. Он там в одном из роликов, который мы сегодня покажем, мы его задали людям. Какие дома или куда в центре Одессы, в историческом центре Одессы идти не нужно или не нужно водить туристов, потому что там ужасное состояние домов. Кто-то готов сказать на эту тему? Александр наверняка всегда может, но да. Тогда можно просто по Одессе не гулять, потому что это нужно делать так. Сюда смотрим, сюда не смотрим, сюда смотрим, сюда не смотрим. Где угодно вы можете встретить? А Дерибасовская? Пожалуйста. Там то же самое. А что, Дерибасовская это другой город или что? Окей, еще мнение. Я согласен полностью. Показывать надо все, что значит запрещать, водить, не водить. Показывать на сейском. Да, достопримечательности пожалуйста, отмечайте, водите, показывайте, если человек хочет, почему он нет. Я когда за границей, мне как раз вот такие места не отмечены нигде. Намного интереснее посмотреть, чем... Вы куда водите или не водите друзей? Я согласен с коллегой, потому что видите, какая ситуация. Кого что интересует. То есть кто-то интересуется парадным фасадом и пройдет по Дерибасовской. Люди, которые... Мне, например, всегда были интересные детские дворы, я знаю, уникальные совершенно дворы. И тут еще есть такая история, что такой тип застройки практически на территории СНГ больше нигде не существует. В каком-то смысле он существует в Санкт-Петербурге, но там эти дома, то есть эти дворы-колодцы, они такие, не жилые. А на мой взгляд, тут есть определенная уникальность детских дворов. Тип застройки это то, что дома, фасады стоят вплотную к дороге и внутри жилые дворы? Да. Да? И они имеют свой шарм, они имеют свою традицию, свой образ жизни и эти дворы. И хотя, да, они там где-то обвалившиеся штукатурка, они старые, но все равно это одна из очень привлекательных черт нашего города. Окей. У нас, я понимаю, что параллельно с нами, вот где-то минут 15 назад началась другая не менее интересная передача, тем не менее у нас короткая рекламная пауза, после рекламной паузы оставайтесь с нами, будет интересно. дождались нас после рекламной паузы, я знаю, что у Михаила припасен для нас еще один виртуальный гость, Михаил, расскажи, кто это? Значит, сейчас с нами на связи Евгений Белоус из Киева. Давайте попросим режиссера включить. Спасибо большое. Добрый вечер, Евгений. Здравствуйте. Меня видно, нормально все? Вас видно, Евгений. Спасибо. В Киеве прошел круглый стол. На какую тему? Сегодня круглый стол был на тему взаимоотношений общественности, застройщиков, власти и участия в диалоге по поводу питья гор. Какое-то количество лет в Киеве достаточно активно шли протесты в общественности, которые обусловили в законодательном обсуждении. А потом в них все внесены китки и общественность потеряла возможность активно протестовать. Две просьбы, Евгений. Чуть медленнее и сделать потише колонки, потому что там, по-моему, происходит эффект обратной связи. Чуть потише. Как лучше? Круглый стол был посвящен на самом деле форме диалога между жителями города и застройщиками. Текущая ситуация такова, что все, против чего жители не согласны, обычно протест происходит в форме бросания на тракторы конфликтов вокруг скандалов и так дальше. Такого-то цивилизованного диалога на эту тему не существует. Собственно, на круглый стол были приглашены представители этих организаций, которые существуют. Власть, жители и застройщики. Правильно? Да. К чему-то пришли? Диалог между этими тремя аудиториями между собой. основной идеей круглого стола было поговорить, что такая форма диалога, как протесты открытые с бросанием на трактор это не диалог. Это что угодно кроме диалога, экстремизм, еще что-либо. Что делать? И нужны другие способы общения. Какие? Смотрите, для того, чтобы до начала обсуждали проблему, почему это происходило, почему это продолжается, и ответов на вопросы пока нет. Какая форма диалога возможна, и в каких форматах, еще не договорились, это будет не один круглый стол, а какая-то серия круглых столов, на которой сначала надо определить, как должно быть, а потом способы этого. Какие формы диалога приемлемы, исходя из того, как жителям бы хотелось. С одной стороны, с другой стороны, застройщикам и экспертам, потому что в противном случае получается, что в позиции жителей градостроительный след не нужен, то есть они разбираются. Смотрите, в Одессе позиции застройщика жители не нужны, потому что не мешает строить. Алло? Да, да, мы вас слышим. В Одессе такие же проблемы. Вы пришли к каким-то выводам? А власть, кто дает полномочия жителям активно участвовать в принятии решений или учете мнения, то эту возможность обрезают на законодательном уровне и оставляют ее только крупных или больших объектов. Более того, сами застройщики, понимая все сложности с проектами, идут на территории, где нет промышленной территории, стопотной территории, где нет. И собственно здесь дискутировано. Сейчас, Евгений, секундочку, у нас какие-то неполадки на связи, не могли бы вы повторить еще раз? Застройщики идут, насколько я понял, не хотят идти или идут в незаселенные территории, в промышленные зоны? Да, они выгоднее проводить развитие пропусков. Алло? Евгений, скажите, каким результатом вы пришли? Что нужно сделать? Тихо, не проявляйте. Тебе вопрос просите, плохо слышно. Что нужно сделать? Каким результатом все пришло? Хорошо, ну, посмотреть зрение, они есть скигнутым компонентом или каким-то компонентом мои точки зрения, должны быть правильно говорили гости в студии, требования власти к заданиям, то есть к техзаданиям по поводу того, что же здесь должно быть, и некие правила. С другой стороны, должна быть активна эта тема конкурс. Застройка там она производится на конкурс. Что-то, 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 видимо, у нас окончание как-то, у нас небольшие проблемы. С одной стороны, правильно говорили эксперты в студии, необходимо, чтобы власть нормировала и стандартизировала требования к застройщикам по разным территориям. С другой стороны, должны быть открытые конкурсы среди архитектурных студий, которые предлагали свои проекты, и боролись за право, чтобы именно их решение в соответствии с тем заданиям, которые у вас было реализовано. С третьей стороны, должны быть некие формы, в которые общественность может обращать внимание на то, что что-то происходит не так. К примеру, хотя не относятся, у вас в Одессе можно минуточку? Ям городской власти обратил к обвели баллы. Евгений, нам очень интересно, что у нас в Одессе, но именно этот кусочек плохо слышали, не могли бы вы его повторить? У вас в Одессе городской власти... У вас в Одессе хороший как общественный обращает внимание власти на какую-то проблему, при этом не приближает в тесном холке. А ямой дорогу были отведены в круг баллончик. Да, это плохо. Так? Это бред. Окей. Евгений, спасибо. Я думаю, что давайте поблагодарим гостя. Как мы видим, действительно, в Киеве такие же проблемы, как у нас. И, в принципе, общие фразы о выходе или как эти проблемы преодолеть. Они приблизительно такие же рецепты, как у нас. Короткий вопрос и короткий ответ. Да, нет. Возможно в ближайшем будущем эти рецепты внедрить. Да, нет? Да. Да. Вы представляете оптимистов. Спасибо большое. Спасибо, благодарю. смотрите нас в интернете. Я напоминаю, у нас был общественный активист из Киева по скайпу. У них сегодня прошел круглый стол на те же темы, которые мы обсуждали здесь. Мы специально не подгадывали на самом деле. Вполне возможно, это они под нас подстроились, но тем не менее. Как видим, такие общие рецепты примерно таковы же. Механизмы должны создать, городская власть должна регулировать. Это в ближайшее время возможно, как вы думаете? Или что нужно сделать кому, чтобы это стало возможно, чтобы выйти из этой ситуации? Я бы хотел обсудить другой аспект. Обсудим. И с представителями застройщиков, и с представителями городских властей касательно участия архитектурных студий и творческих архитектурных групп в формировании лица города. С вашей точки зрения, есть ли у нас вообще такая практика, когда архитектурные студии открыто соревнуются за то, чтобы превратить какой-то кусочек дома, кусочек города в... Что-то красивое. Что-то красивое, действительно. И если нет, то каковы причины того, что этого не происходит? Вот я бы хотел услышать мнение представителя застройщиков, Ильи, если уж мы его вызвали в студию в этом амплуа. И представителями городских властей было бы очень интересно, Валерий Михайлович. Давайте. Илья. Я могу ответить однозначно на этот вопрос. К сожалению, если застройщик, будем так говорить, непрофессиональный, либо там недавно на этом рынке, то возможно он так и поступит. Но, к сожалению, жизнь показывает, что игроки, которые реально в этом городе что-то делают, они уже реально сотрудничают с наработанными организациями, слаженная работа есть, и ни о каком тендере здесь речи не идет. Хотя предэскизные варианты иногда возникают от нескольких студий. Но, опять же, это очень именитые студии. Уточняющий вопрос. То есть, получается, конкуренция из области открытой, когда люди приходят, смотрят на эти проекты, голосуют каким-то образом, переходят в конкуренцию закрытую, когда несколько архитекторов в лучшем случае приходят к застройщику или к инвестору и предлагают свои проекты, а он уже из них выбирает. Я, если честно, не сильно понял вопроса вашего последнего. Я повторю, я имею в виду, что... Есть симулирование открытого комплекса? Нет, дело не в симулировании. Дело просто в том, что если мы говорим о тендере архитектурных групп, то это выставки, это какие-то публичные места в галереи, выставочные центры. И конкуренция вторая совершенно нормальная в любой профессиональной среде, когда инвестор ищет исполнителя и ему предлагают несколько проектов на выбор. Как правило, инвестор уже знает своего исполнителя, то есть я же говорю, это наработанные связи за долгие годы. А те выставки, которые говорили, это такие виртуальные проектики, кто как видит себе. И как правило, не забывайте, пожалуйста, что как раз на таких выставках мы видим то, что невозможно реализовать, либо возможно реализовать за какие-то баснословные деньги. И поэтому реальный архитектор всегда знает, с чем он работает, с какими материалами он работает, с какими конструктивами он работает, возможности строительной компании, для которой он выполняет проекты, это тоже очень важно. И поэтому так оно и есть. И как правило, хочу обратить ваше внимание, что на самом деле самые крупные застройщики нашего города на сегодняшний день практически все имеют свои архитектурные студии. Собственные. Вы помните вопрос или Михаилу как-то... Приблизительно полную кругу ответить. Во-первых, общая такая позиция, что проводить на строительство объектов конкурсы, с нашей точки это всегда хорошо и правильно. Есть проблема, которая возникает у застройщика, он должен это оплачивать, он не всегда хочет оплачивать такие конкурсы и, как правильно вы говорите, имеет наработанные уже связи с какими-то архитектурными бюроками. Но позиция, допустим, нашего управления сейчас состоит в том, что там, где возможно, мы всегда стремимся создать какую-то конкурентную среду. Последний пример это то, что рассматривалось на Градсовете, концепция береговых склонов, где были привлечены ведущие архитектурные силы и в результате получился достаточно интересный спектр предложений. Если можно, я хочу поправить. Мы говорим о точечной застройке а не о глобальном. Когда мы говорим о глобальном каком-то видении, конечно, здесь надо говорить о том, что если идет точечная застройка, то либо хотя бы квартальная, в объемах одной компании лично компания имеет какую-то площадку, то здесь при этом опять же давайте не забывать о том, что минимум 5 фасадов я имею перед тем, как начать строить дом. То есть любой застройщик, который обладающий достаточным кругозором, он всегда пытается сравнить какие-то возможности, обращаясь к разным архитекторам. Я немножко о другом говорю, что с нашей точки зрения, с точки зрения управления архитектурой, везде, где можно какую-то конкурентную создать ситуацию, мы стараемся создавать, в том числе и по отдельным знаниям. А можно уточняющий вопрос даже Морозу Михайловичу? Есть ли примеры успешных проектов, которые были приняты в результате конкурса, если мы не говорим о концепции береговой застройки за последние пять лет, грубо говоря, или это оставалось, там действительно же бывают глобальные обо всем проекты, или это действительно оказалось каким-то конкурс, как сказал Альян, пришли, посмотрели, покивали. Тут мне кажется, вы смешиваете немножко два понятия, архитектурные конкурсы бывают открытые и закрытые, но это слово не говорит о том, что оно открыто или закрыто для публичного обозрения. Разница в том, что в открытом конкурсе может участвовать любой архитектор, в закрытом конкурсе может участвовать те архитектурные бюро, которые определяют инвесторы. Скажем, неформальные закрытые конкурсы у нас происходят практически каждый день. То есть архитектор дает свои предложения инвестору, чтобы получить право дальше разрабатывать этот проект. К сожалению, есть такая постановка обмина, определяющая порядок проведения архитектурных конкурсов. Там достаточно длинная сложная заунывная процедура. На такую формализацию этих конкурсов как правило инвесторы не идут, потому что это в том числе и временные затраты. Правильно ли я услышал, что таких конкурсов не было, кроме берегоукрепительных роград? Неправильно. Они были, но закрытые. На самом деле очень интересно. Спасибо. Вы просто говорите так, что я уверен, что не только я не понимаю. бывают разные конкурсы закрытые конкурсы и открытые конкурсы. Открытые публичные конкурсы. Есть такие? Были? И результаты публичные? Кроме берегоукрепительных реконструкций склонов? За последнее время то, что я могу вспомнить, то, что проводилось уже как бы в соответствии с нормативными требованиями, это конкурсы на памятники. Их происходило достаточно много. Кстати, кстати, вот Ирина Медушевская в фейсбуке спрашивал, что с памятником Остраху? Опять запретили ставить возле оперы? А можно я просто не в курсе? Ага, вот в курсе вопрос. Что с памятником Остраху? Мне интересно. Я сегодня фотографировал это место и у меня такой вопрос. Кто решил, что нужен памятник и кто решил, что памятник нужен в таком виде, в котором я как архитектор уже вижу, как он прогнозируется на фасаде школы Столярского? Для меня это непонятно. Кто это решает? Вы считаете, что плохо прогнозируется? Я считаю, что плохо прогнозируется, да. Почему? Потому что, на мой взгляд, то, к чему это идет, я вижу, там залили бетонный такой постамент будет, пьедестал, что это просто решило, наверное, администрации школы или кто-нибудь. Они опять же так же самое в закрытом конкурсе, я назову это просто кулуарщиной, решили, кто будет делать этот памятник, мало с кем посоветовались и скоро он как бы будет, просто у них нет финансов. Так же самое случилось, к примеру, приблизительно, так же самое, я думаю, случилось с памятником Высоцкому, который никому не нравится, тем не менее, он стоит. Вот. Это то, что вы начали в самом начале про безразличие людей. никому не нравится, но он стоит. то же самое с Острахом, мне непонятно школа Столярского в этом плане. Это сформированный фасад и зачем они хотят туда что-то прилепить? Ладно, табличка мемориальная, окей, ее можно обсудить, где она должна быть, какого размера она должна быть, да, этим должен заниматься специалист. Я не знаю всех подробностей, я знаю, что там, например, в Фейсбуке это очень активно обсуждалось, и в том числе проекты, и место расположения. Я не знаю подробностей, мы говорим о том же или ином, но в любом случае этот процесс должен происходить не в Фейсбуке. Окей, Александр. Почему же нет? Ну, так, чтобы все видели. А там все видят. Я хотел заметить еще один важный момент. У нас в городе за последние лет 10, да и по большому счету за всю историю независимой Украины не было ни одного успешного проекта в центре города, выходящего за рамки точечной застройки. Вы о дизайне городской среды? Нет, я имею в виду именно архитектурные проекты, там, реконструкции или застройки целого квартала. Единственное, может быть, исключение, но оно такое очень хаотическое, опять же, это скорее совокупность точечной застройки, это новые здания на Греческой площади. Это один момент. И второй момент. Что конкретно делает управление архитектурой и городостроительством? Что конкретно? Для того, чтобы вернуть зданию на Приморском бульваре один, его первоначальный облик, без мансарды. Что за здание на Приморском бульваре один? Расскажите же студии. Здание в самом начале Приморского бульвара, на котором еще с осени прошлого года стоят леса. Нет, не стоят леса, а строят на нем мансарду. По сообщениям ряда СМИ незаконно. Владелец американский гражданин с фамилией Шмуклер. Какая интересная фамилия. Вы, Марат, готовы как-то ответить? Я постараюсь ответить, но, к сожалению, вряд ли. Я не знаком с перипетиями, которые вокруг этого объекта занимаются. Это происходит, потому что я больше занимаюсь генеральным планом, такими более планировочными вещами. И какой был второй вопрос? Второй вопрос звучит очень просто, повторюсь. Что управление архитектурой и градостроительства делает для того, чтобы остановить это строительство, надстройку, мансарду, которая по сообщениям одесских СМИ абсолютно незаконна, не имеет никаких согласований и так далее, и так далее. Есть ли какие-то механизмы? В любом случае нужно проверить, законно, незаконно. Для того, чтобы остановить это строительство, раз, и для того, чтобы вернуть здание в первоначальный вид, два, то есть снести. Смотрите, я еще раз говорю, я не могу ответить вам по конкретному объекту, я не занимался, не интересовался, если вы хотите, можем обсудить. Ко мне же только через несколько дней, когда я могу посмотреть документы внимательно. А в принципе, понимаете, в чем еще проблемочка? Значит, в 2001 году принят закон о регулировании, о регулировании, как он называется, о регулировании, о регулировании, принят закон, который кардинально поменял ситуацию в плане возможности контроля строительства городскими властями. То есть закон принимался с идеей, как можно больше упростить все для застройщика и убрать все согласующие инстанции, которые за что-то раньше отвечали. В результате действия этого закона в городе уже нет инспекции государственного архитектурно-строительного контроля. Газ. Создан газ, который подчиняется только своей вертикали. В результате сегодня управления архитектурой, это может звучать странно, но управление архитектурой не рассматривает проектную документацию по объекту. Мы сегодня выдаем градостроительные условия ограничения, есть такой документ на проектирование объекта, и дальше уже вместе с вами наблюдаем, что получилось, когда объект строится. С моей стороны ситуация, ну, с моей точки зрения ситуация, я бы сказал, пагубная, но так решил законодатель. Спасибо. По острову, а потом еще один вопрос, очень коварный. Хорошо, если можно, я отвечу на вопрос по Ойстраху, депутатам на ближайшей сессии будет предложено рассмотреть вопрос, и мы будем голосовать за это. Я вижу там проект решения. Да, это проект решения об установлении скульптурной композиции Давида Ойстраху за адресу Театральная площадь сбоку улицы Ришельевской. Депутаты будут рассматривать. То есть проект такие есть? Я так думаю, что мы увидим на сессии картинку с предложением этого. Сам памятник уже готов, отлит. У нас, подождите, у нас телевизионный жанр, мы уйдем на краткую рекламу, буквально 2-3 минуты, сразу после этого мы увидим с вами мнение одесситов про застройку центра города. Оставайтесь с нами. Прошло всего несколько минут. Мы обсуждали в предыдущей части как сохранить уникальность и в этой части будем обсуждать тоже, как сохранить уникальность архитектурного облика Одессы и кто, как не одесситы, знает про это лучше всех остальных. Мы пошли на улицы и спросили у одесситов, что они думают об архитектуре Одессы. Сюжет. В центр, туда на Дерибасовскую, туда в этот парк, в Аркадию можно повезти. Дерибасовская, я знаю, Потемкинская лестница. Центр в основном, старый город. Лонжерон. Лонжерон. Парк Шевченко. В первую очередь на Приморский бульвар, на Дерибасовскую. На стадион новый посмотреть наш. Ну, наверное, Дерибасовскую по советам. Мор-вокзал. Я думаю, Потемкинскую лестницу. На Дерибасовскую, в оперный театр. Если хорош погода, можно всегда прогуляться по французскому бульвару, сходить в Аркадию, обязательно к морю, на парк Шевченко. Ну, позднее вечера время, наверное, это Молдаванка. Это действительно не очень такой хороший, можно сказать, район. Молдаванка. Сейчас такие дома возле Пересипский мост, там вообще уже страшно, что свалится все. По каким-нибудь таким крутым ночным кабакам, тусовкам, понимаете, где молодежь, знаете, все бывает, там и наркотики, вот туда бы я им не советовал. На Молдаванку, я думаю. Ну, я думаю, Молдаванку, чтобы они не расстраивались лишний раз. На Молдаванку, к мосту Пересовскому, наверное, на Большевик, наверное, на поселок Котовского. Ну, говорят, что грязный город, первое, что здесь приезжие есть, сами и гадят, это точно. Так я не скажу сразу. Не обращаю там сильно внимания на эти новострои, потому что они, ну, некачественно они не выполняются. Вот я придерживаюсь этого мнения. Вообще мне нравится, когда старые дома, вот если их отреставрировать, я считаю, что это намного красивее. Красиво все эту набережную построили. И так. Какую набережную? начиная от шестовой станции, даже дальше и до Зеленой горки. Единственное, что мне не понравилось, это у мурового вокзала гостиница, она там абсолютно ни к силу, ни города. Как видите, одесситы у нас высказали свое мнение по поводу того, куда нужно водить первая часть, куда не нужно водить, ну и какие новостроя или новые объекты понравились одесситам. Мне очень жаль за Молдаванку, честно, я там прожил достаточно много времени, там действительно есть хорошие места. Вы по этому поводу? Ну, в том числе. В общем, мы посмотрели общую картину мнений об Одессе одесситов самих и смотрите, какая ситуация. Все стремятся сохранить старое и не знают ни одного новостроя, который каким-то образом был значимым для Одессы. Сложилась такая ситуация, что в Одессе совершенно не формируется новый облик. У нас, да, ее нужно сохранять. Есть куча объектов, которые требуют сохранения, так как они значимы, они исторические, но сегодня нет ни одного здания современного, нового, которое вошло бы в историю нового города, чтобы через 100 лет, через 200 лет, оно также само подлежало сохранению и за него волновались. То, что перейдет в такое культурное Сейчас не формируется. У нас пытаются музеифицировать то, что есть, да, это важно, но совершенно не уделяется внимания тому, что будет. Почему? Нету среды, которая бы сформировала, профессиональной среды, которая бы сформировала новые течения в архитектуре Одессы. Есть другие какие-то проблемы. Но получается так, что сейчас все проблемы заострены на сохранении и не доходит даже вопрос до какого-то продвижения современной архитектуры, современных решений на территории Одессы. Позвольте пару слов. Давайте, Александр. Мы говорим о сохранении старой Одессы, ее исторического архитектурного центра. Посмотрите, если есть хорошие, удачные проекты новых зданий, которые построены в центре, я имею в виду, например, здание еврейского культурного центра на Нежинской, которые органично, с моей личной точки зрения, вписываются в старую застройку и становятся на ее фоне незаметными. С другой стороны, у нас очень, даже, нет, не очень, но есть такая тенденция стилизаторства новой архитектуры под старую. Но есть одна беда, эти здания слишком высокие, выбиваются из общего фона. Например, такой стилизации соседнее здание с еврейским культурным центром на Терраспольской площади, которое стало доминировать над всей окружающей местностью. Это момент сохранения, то есть любая новая застройка, она так или иначе или будет нарушать сложившийся ансамбль, или вписываться и теряться в нем. Поэтому в качестве нового момента я бы предложил создание какого-нибудь Одесса-сити. Что это? Какой-нибудь новый район застройки, в котором строили бы новую современную архитектуру. Хоть в 20, хоть в 100 этажей. про современную застройку. Мое личное мнение, действительно, что большинству, очень многие одесситы прям накидываются на всех застройщиков и построить что-либо в Одессе без громадного сопротивления одесситов невозможно. Потому что мы все очень хорошо, очень сильно печемся о том, чтобы сохранить исторический центр. Мы подготовили для вас небольшую подборочку зданий, которые тоже были не приняты современниками. И тоже современниками вытеснялись и говорили, что это уродство, убожество, не вписывалось, не впишется, не сохранится, но сохранилось. Какая Эфелева башня. Мы можем сейчас показать наши слайды. А, смотрите, Эфелева башня. Все знают, в Париже ее кляли и до сих пор клянут. Следующий слайд. Танцующий дом в Праге. Говорили, когда ее строили, уродство, убожество. Следующий слайд. Телевышка с младенцами, Прага. Что за ужас говорили во время застройки. Следующее здание. Дом Балье. Барселона. Ну, куда уж это здание может вписаться вообще. Следующее здание. Оперный театр в Сидней. Ну, практически хай-тек и все остальное. Не сохраняет исторический облик. Следующее здание. Вене Хандер Вассер Хаус. А? Хандер Вассер. Вот. Тоже какое-то куда вписывается. Сложное название. Следующее здание. Лувр. Стеклянная башня. Ну, и последний наш слайд. Небоскреб Мэриэкс. Лондон. Видимо. Как видим, есть такие примеры, когда здания кляли во время постройки и вот непосредственно после нее. Но, тем не менее, они как-то сохранились, прижились и стали даже таким лицом города. Есть ли в Одессе такие здания или возможно ли они? Как думаете? На сегодняшний день в Одессе таких зданий не существует. И то, что вы сказали, еврейский культурный центр Бэтгранд и рядом вот это здание Гимкора, да, это оба здания под классику. что вы, новое здание, новодел под классику. То, что вы называете стилизацией. Это Бэтгранд просто не находится на площади и у него более спокойный фасад. Поэтому вам кажется, что оно более гармонично вписывается, да, а здание, которое стоит на площади, этот бизнес-центр, он хуже вписывается. Это все новодел под классику. То есть это то, что не сможет стать вехой в архитектуре. И у нас по этому поводу даже будет несколько слайдов с Кириллом. Чуть дальше. Но все это вот по полочкам разложим. Так я же даже не спорю. Я же говорю, что это новодел, который попытались вписать, но на примере разной этажности. Одно здание вписалось лучше и его не клянут. А второе здание за счет высоты оно выглядит совершенно по-другому. Просто из-за того фона, который мы получили, его не клянут. Плюс из-за того фона, в котором мы живем каждый день, к примеру, белый парус считается верхом современной архитектуры в Одессе. Но это ничего особенного. Просто фон плохой. Кто может сделать вот эти современные шедевры? Современные мастера. А вы сможете? Мы дорастем и тоже сможем. У меня Илья по-другому вопрос. Я хочу ответить на вопрос, кто сможет сделать. Тот, кто готов будет потратить очень много денег. Все очень просто. Если брать объект поменьше и с него начинать. То есть не брать сразу что-то крупное, а что-то взять какой-то фрагмент площадь небольшую. Что все, что режет глаз, требует затрат. Причем достаточно больших. А то, что не режет не требует? Требует еще больше. Еще больше. Кстати, по этому поводу есть комментарии в фейсбуке. Я не буду говорить от кого. Вы сами прочите переписку прочитаете. Почему во времена морозли думали не только о краткосрочных интересах инвесторов? Другие времена были. Другие времена были. Еще один такой очень сложный для вас вопрос. Вы уже готовы? Да. А мне вопросы? Да, вам. Тоже в фейсбуке задали вопрос. На самом деле я тоже хочу, чтобы Одесса была пятиэтажная. Да? Ребята, я... Мы с вами. Про пятиэтажное или четырехэтажное здание. Центр Одессы. На одной сессии горсовета депутат Илья Мозолев вносил в повестку дня вопрос о продаже оставшихся у города 25% акций пассажа. Помните? Вопрос, зачем вы это сделали и чем эта ситуация разрешилась? Сохранится исторический облик этого здания? Вопрос не был вынесен, во-первых, во-вторых, я до сих пор считаю, что если оставить все так, как есть, то разве есть у нас в городе сегодня пассаж, есть то, что называется пассаж, то, что от него осталось, но, к сожалению, я пассаж вижу совершенно другим. Вот такой, какой он должен быть. Вот такой вот аутентичный, про что мы говорим. То есть, ваша цель была сохранение пассажа? Конечно. Конечно. Ну, лично я тоже считаю, что то, что там... Я не буду говорить об экономических составляющих, которые преследовали. Там очень тяжелый вопрос. Пассаж на сегодняшний день городу не приносит практически ничего. Вот. Мы видим только то, как в центре города на Дерибасовской разрушается здание. С этим надо что-то делать. Это не может так оставаться. Мы все смотрим, плачем на дом Русова, но и не видим, что происходит через дорогу. Что, кстати, с домом Русова? С домом Русова несовершенство законодательства, как я думаю правильно. Когда один инвестор, выкупив часть квартир, не может договориться с остальными собственниками квартир. И я так думаю, что если на законодательном уровне не вмешаться в эту проблему, то мы дом Русова можем потерять навсегда. мы делали недавно передачу Одесса под контролем, и там несколько архитекторов высказали мнение, что если этот дом простоит в таком виде вот эту зиму, мы делали ее еще осенью, то скорее всего он не будет подлежать восстановлению в этом же виде. Ну я понимаете как, я уверен в том, что восстановить дом Русова в его первоначальном виде возможно именно фасадную часть. Внутренняя часть, она однозначно, она не может быть квартирой, которые там располагались ранее, это не может быть доходный дом, Русова как раз доходный дом был, вот это нереально. То есть по деньгам это будет стоить столько денег, что никакой инвестор не будет вкладывать деньги в это. Мы потеряем его. Я же уверен, что вы знаете про дом Русова без подсказок и бумажек и черновиков. Что с ним? Возможно его восстановить? Ну я думаю, что технически восстановить возможно, если вопрос только в том, сколько это будет стоить раз. И я согласен с коллегой, тут надо вот эту всю законодательную сторону как-то привести в нормальное состояние. После чего можно им реально заниматься. Но я бы хотел еще по поводу центра, не центра, сказать реконструкции. В Одессе есть одна общепризнанная ценность в историческом центре города, это его планировочная структура, это масштаб улиц. То есть отношение ширины улицы к высоте зданий, это то, что подтверждают все эксперты, что в этом есть некоторая уникальность. Второе, о чем я говорил, это дворы, вот эта планировочная структура, которая характерна только для этого города, в этом смысле она один из символов. Поэтому, если говорить о застройке в центре города, я тут согласен с коллегами, мне совсем не нравятся вот эти примеры такого вот эклектичного, бездумного подражания застройки 19-го века, она никогда не станет застройкой 19-го или 18-го века, это новодел под, это никогда не было интересно с архитектурной точки зрения. Но тут большое влияние еще общественность оказывает, потому что общественность вот считает, что вот именно так надо, как бы, чтобы было так похоже, такое серенькое, старенькое. Но города развиваются, цивилизованные города совсем по другому пути, сохраняя масштаб, сохраняя планировку, все-таки строится здание 21-го века. У нас мы напоследок припасли как раз предложение молодых архитекторов Кирилла Евгения. Мы можем запустить сейчас слайды, а вы прокомментируете, что мы там видим. Хорошо, но это не предложение, склеить комментарий. Три минуты. Хорошо, на три минуты мы абсолютно готовы вложиться в три минуты. Значит, у нас мы разбирали, у нас был день на подготовку, да, мы сделали очень короткий такой слайд-шоу. Тема сегодняшней встречи, вот Александр ее как-то сложно формулирует, мне же в фейсбук Миша прислал намного проще, гармоничное сочетание старых зданий и новостроя в центре города. Я решил никакие слова не менять и разобрать все это по словам. Разберем основные понятия сегодняшней темы. Старые здания, новострой и центр города. Начнем с города. Что такое? У нас не видно весь слайд. Я вам расскажу. Красным обозначен исторический ореол. Это как раз то, что вы видели в ролике, когда одесситы рассказывали, куда не надо водить, да, вот это там, где оканчивается исторический ореол, да. Слева вот это вот аппендикс, это французский бульвар, то есть он как бы еще хорош. А желтым в середине обозначен историческое ядро, то, что о чем там говорят ЮНЕСКО, да, что они там хотят сохранить 3-4 квартала, то есть это совсем вот этот маленький пыточок. Нет, можно обратный слайд, передадущий слайд, пожалуйста, да, спасибо. Вот. Это к слову о понятии исторического центра, да, мы разбираем пока что понятия. Можно следующий слайд? Это старые здания, то есть старые здания это не в первую, не во вторую очередь, это просто памятники архитектуры, неважно, они на балансе или не на балансе, можно следующий слайд? Это гостиница Красная. Это гостиница Бристоль, да. Вот, а теперь мы вам рассказываем, что такое новострой. Новострой – это новые дома под классику, этажность не ограничена, вот пример дом Базарная Морозливская, да, и второе – это неактуальная архитектура из несовременных материалов. Можно следующий слайд? Вот, это еще классическая архитектура, новая архитектура под классику, Слева это что? Слева это Пушкинская-Успенская, справа это Успенская, чуть-чуть выше Наполеон Бизнес-Центр, да. То есть, вот как раз это есть новодел под классику, который никогда, ну, как бы это характерные примеры, и у нас их миллион, у нас вся греческая площадь в этих примерах. Следующий слайд? Можно следующий слайд? А это неактуальная архитектура, греческая улица, да, греческая улица, вне современных материалов, на самом деле. То есть, чтобы вы понимали, актуальная архитектура у нас не строится, у нас есть убитые памятники архитектуры, и ничего, что бы символизировало современные достижения. Следующий слайд. Это уже примеры, Кирилл, расскажи. Дальше. Это пример берегов Тебзы. Слева у нас часть старое историческое здание, справа у нас пристройка, модернизация этого здания, решена в современных на то время стилях. Стиле хай-тек, это 80-е годы. Дальше. Пример послевоенной реконструкции. На площади эти здания, два, располагаются напротив друг друга. Они были раньше идентичными, но во время Второй мировой войны левое было разбомблено. Это тоже Лондон. Справа это историческое здание, слева это восстановленное. То есть тут сохраняется лишь принцип соблюдения симметрии и повторения формы, но и ритма, возможно. Но не более, не повторяются детали. Следующий слайд. Также пример это Вена. Это жилой дом с пристройкой офисной. Новое здание граничит с историческим старым. Тут, возможно, сложно рассмотреть, но там очень качественно проработаны материалы, возле которых просто приятно пройти. Хотя и по форме это здание простое. Следующий слайд. Дальше слева, снова возвращаемся в Лондон, пример сити-центра. В нем сохранилась старая застройка, в частности, этот монастырь, и рядом же стоит новейший банк Фрэнка Лайда Райта. Справа у нас простая жилая застройка в центре Праги. По бокам у нас два исторических здания. В центре вписано очень лаконично четырехэтажное жилое новое здание, не повторяющее никаких исторических элементов. Следующий слайд. Это, по-моему, все слайды, которые мы сделали. Мы посчитали это. Какой вывод? Короткий. Предложение. Даже в исторической застройке, если следовать простым логическим методом можно включить современную застройку. Не прибегая к подражательству, не прибегая к вырвеглазному внедрению современных технологий, а используя уместные материалы. Я понял. Спасибо. Смотрите, сегодня мы обсуждали с вами и с гостями в студии исторический облик Одессы, уникальность архитектурного облика Одессы. Мы все пришли к тому мнению, что плохо, что у нас разрушаются здания и плохо, что у нас не строятся новые масштабные такие здания, которые войдут в культурное наследие. Мы обсудили проблемы и, наконец, припасли вам несколько предложений даже с слайдами и демонстрацией. Думайте, как и попытайтесь повлиять на друзей чиновников, на друзей депутатов, как сохранить архитектурный облик Одессы. Это была другая политика на телеканале «Новая Одесса». Смотрите нас в следующую среду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова